Построить космический корабль в миниатюре, собрать робота, играющего в футбол и даже изобрести вечный двигатель. Все то, что многим кажется научной фантастикой, для Александра Есиса вполне выполнимые задачи на занятиях. Робототехникой он увлекся четыре года назад, после чего мир виртуальных игр, в котором живут миллионы его сверстников, стал ему неинтересен. И на первое место вышло программирование. В робототехнике мне наоборот нравится самому что-то программировать, самому этого робота заставлять что-то делать. Робот может в принципе делать все. То есть, что нужно, то он делает. Нам дают задания, и мы занимаемся, чтобы он делал то, что требуется от него. Может в принципе и футбол играть, ну и бургер при нужных деталях определенных он тоже вам приготовит. Среди трех десятков участников областного этапа республиканского конкурса «Хай-Тек» Александр явный фаворит. Хотя конкуренты, несмотря на сложные задачи, тоже сильные соперники. К техническому конкурсу с виртуальными заданиями все они готовились довольно серьезно. Роботов, которые отдуваются за них на презентационном поле, собирали сами. Уже здесь за 40 минут до старта получили вводные, после чего необходимо было так запрограммировать гаджет, чтобы он произвел загрузку и доставку товаров. Все задачи робот должен выполнить максимально точно и быстрее других. Каждый штрафной балл – это шаг назад от победы, а ее цена довольно высока. «Хай-Тек-конкурс, предшествующий проведению в 2020 году на республиканского конкурса «Джуниор Скилз», который приобретал статус уже международного, и он сориентирован именно на компетенциях компьютерного направления. Это и прототипирование, и графический дизайн, это и инженерный дизайн, кат. То есть вот что хотелось бы сказать, что это то как раз направление, которое актуально для нынешней молодежи. В областном конкурсе за выход в финал борются не только гродницы, но и ребята из региона. Ведь свои компьютерные гении растут и в районных центрах, где возможностей для занятий меньше, а вот талантов хоть отбавляй. А взять, к примеру, участников из Волковыска. Им едва исполнилось по 10. Они пока стесняются камер и микрофонов, зато на равных. Со старшеклассниками выполняют многоуровневые задачи по программированию роботов. Они здесь у меня самые маленькие, но вместе с тем, говорю, они такие молодцы. Мы приехали, по крайней мере, посмотреть, что это такое, попробовать, чтобы дальше к чему-то стремиться. Также у меня с прошлого года были первоклассники, которые достаточно тоже перспективные. И уже в конце прошлого учебного года они уже не то, что сами по образцу собирали программы роботы и роботов, они уже сами собирали свои проекты и программировали. Параллельно тому, как в одном зале победные баталии ведут роботы, в другой секции идет война воздушных миров. Тут за первое место борются беспилотники. В руках у конкурсантов пульт управления. Главная задача – сделать максимальное количество витков вокруг кольца. За каждое касание, вылет за зону и уж тем более падение – штрафные очки. Большинство из летающих аппаратов тут тоже собраны руками воспитанников Центра технического творчества. В деле управления квадрокоптерами они пока новички, ведь это направление открылось в Гродно только в этом году. Увлекся я робототехникой пять лет назад. То есть мне тогда было семь. Квадрокоптерами я начала увлекаться с того момента, как мне на Новый год в 2017 подарил папа первый квадрокоптер. На конкурсе Тимофей выступает уже с пятым по счету квадрокоптером, собранным из деталей своих гаджетов-предшественников. Он продумал все до мелочей. И мощные аккумуляторы, чуткий джойстик, и даже долгосрочную перспективу после победы, в которой он видит себя военным пилотом летательных аппаратов. Но в ближайшем будущем Тимофей вместе с другими ребятами из Гродненской области представит наш регион на международном конкурсе Junior Skills, который уже стал желанной стартовой площадкой для сотен юных компьютерных гениев из Беларуси. Лена Молчанова, Сергей Печерица. Новости. Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин